Сегодня Ульяновский профессионально-политехнический колледж – место притяжения молодых, смелых и сильных духом. Представители студенческих команд из 13 СУЗов, колледжей, училищ и техникумов города и области собрались, чтобы принять участие в первом в этом году этапе экстремальной игры «Стань героем». Соревнуются командами, забеги по полосе с испытаниями проходят парами. Поэтому важно не только самому справиться с препятствиями, но и помочь товарищу рядом. Победа здесь – дело коллективное, одному трассу не пройти. Игра, во-первых, показывает, насколько мы способны в экстремальных каких-то условиях помочь другому человеку, помочь себе и собраться. Плюс игра, безусловно, командная. Время простых, наверное, лидеров, только одного человека прошло, пора уметь работать в команде. Вызовы на трассе, бег с препятствиями, сборка-разборка автомата, снаряжение магазинов, скалолазание и обязательная работа в паре, в которой участники поочередно выступают в роли спасателей. У студентки педагогического колледжа Екатерины Беляевой эти состязания уже далеко не первые. Спорт для нее – неотъемлемая часть жизни. Девушка занимается плаванием, кикбоксингом, фитнесом. Поэтому особых трудностей не возникает, но стимул присутствует. Расслабиться не дают время и соперники. Я участвую на протяжении четырех лет. И каждый раз, когда я узнаю, что у нас военно-патриотические соревнования, я из первых прецедентов на соревнования. Самое сложное, наверное, для многих участников – это сориентироваться во время. Потому что, так как мы работаем на время, нам нужно все успеть. Впереди у победителей этого еще несколько этапов. Финал пройдет на открытом воздухе в Кузоватовском районе. Там студентов ждут палаточный лагерь и спортивные мероприятия.